Плюс-минус И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство. Девушка меня с ума свела. Разбилось сердце мне, покой взяла. Конкурс красоты, конечно, явление не новое и достаточно хорошо известное всему миру. Но вот данный конкурс красоты стал, можно сказать, для многих комсомольчан сенсацией. 15 девушек технического университета впервые в нашем городе претендовали на звание первой красавицы. Ведь только она получает право представлять комсомольск на Амуре на главном конкурсе «Мисс Россия». А вот кто она, об этом вы сегодня и узнаете. Иван, почему вы решили в нашем городе провести вот такой конкурс красоты, тем более в первый раз? Как раз потому, что это в первый раз. Все очень интересно делать в первый раз, делать с нуля. Я обожаю это сделать. У нас организовалась новая команда. Небольшая мобильная, которая называется «Правком студентов». И мы просто действительно пытаемся сделать то, чего не было ни разу в нашем университете. И может быть даже где-то в городе. Как вы отбирали девушек для конкурса? Все было сделано, как говорится, как оно должно быть. В общем, был кастинг. К нам записалось 45 девушек, из которых выбрали 15. То есть я вам скажу, что одна из трех – это как на хороший факультет университета поступить. А то есть вот сначала из 45-15 выбирали. Каким образом, по каким критериям? Рост, объемы, умение держаться на сцене, умение двигаться на сцене. То есть был профессиональный хореограф, был директор модельного агентства Александр Лопачев. Меня интересует по поводу ростов и объемов. То есть имеется в виду, как настоящая модель 96-90 и рост не меньше 180, да? Это да, это классический пример модели. Но это конкурс красоты. То есть если бы это был конкурс профессиональных моделей, там только было бы 90-60-90 и рост. Но в конкурсах красоты дается такая поправочка. Ну, не могу подобрать слово. Плюс-минус 10 сантиметров или как? Да, ну, минус, если то это совсем, как говорится, полный набор будет. Но вот как раз больше у нас была одна девушка, которая во всех объемах 10 лишних сантиметров. Но она смотрится, она красивая. Еще раз напомню, 15 самых красивых, очаровательных и смелых девушек технического университета вышли на эту сцену. Только одна из них станет первой красавицей и получит шанс участвовать в конкурсе «Мисс Дальний Восток», а затем и «Мисс Россия». Смотрите, выбирайте и посмотрим, совпадет ли ваше мнение с мнением жюри. Конкурс второй – танцевальный. Конкурс второй – танцевальный. Конкурс второй – танцевальный. Конкурс второй – танцевальный. Конкурс prenikal ваше committing шанс участвовать в конкурсе «Мисс Дальний Восток», а затем и «Мисс Россия». Конкурсе 85,4 – танцевальный. Продолжение следует... Продолжение следует... Не все, не все. Самые красивые. Тем более, что, в принципе, понятие красоты растяжимое. Для кого-то красивые, для кого-то нет. Ну, скажем так, если даже не самые красивые, но самые смелые однозначно. По каким критериям жюри оценивала девушек, мы с вами узнаем в финале передачи. А пока следующий конкурс. Где солнце отражается в воде и лазурь небес, Мы будем так наивны и милы, Чудо из чудес. Нам с тобой песню споет ветер. Посмотри, какое лето, Посмотри, какие дни. Все само собой и вдвоем у моря мы Останемся одни. Там будет и легко, и просто нам Лето на двоих. Ты будешь пене ласковой волны На руках моих. Нам с тобой песню споет море. Посмотри, какое лето, Посмотри, какие дни. Все само собой и вдвоем у моря мы Останемся одни. Но это все наивно и смешно Лето на двоих. Мне отдыхать придется в декабре. Я в делах своих, Мне тогда песню споет И вдвоем у моря и вдвоем у моря. Посмотри, какое лето, Посмотри, какие дни. Все само собой и вдвоем у моря мы Останемся одни. И вот последний конкурс. После чего жюри объявит Семь девушек, которые выйдут в финал. Задача непростая. Мне, если честно, было бы сложно сделать выбор. А какое волнение сейчас испытывают девушки. Ведь каждой хочется, чтобы именно ее назвали самой красивой. Хотя сразу возникает вопрос. Что такое красота? Если мы окунемся в историю, То поймем, что в каждой эпохе существовали свои эталоны. И то, что вчера считалось красивым, Сегодня считается давно вышедшим из моды. Я имею в виду не только одежду, Но и форму лица, цвет волос, фигуру. Социологические исследования показывают, Что 95% опрошенных считают себя обиженными природой в плане внешности. И создается впечатление, что собственный облик устраивает только королев красоты, Фотомоделей, кинозвезд. Но известно ли вам, Каких усилий стоит им держать себя в форме, И что кроется за их маской самоуверенности и непринужденности? Все-таки, наверное, не даром древние мудрецы говорили, Нет людей некрасивых, Есть люди ленивые. И вот они, 7 претенденток на звание первой красавицы. Татьяна Кравцова, Анна Доценко, Юлия Черепанова, Анна Ремизова, Анастасия Севрюгина, Анастасия Стригоцкая и Елена Бовина. Девчонки, впечатления от этого конкурса? Бурные впечатления. Вообще, вы матные? Конкурс прошел здорово, просто волновались. А так, здорово. Первый раз на сцене? Тяжело. Тяжело. Как-то сначала боялась, а потом уже так выходишь спокойно. Адридоринка, да. Вас выбрали вот среди всех девчонок технического университета. Каким образом? Как вы попали на эту сцену? Еще главное было. Это некурящие девушки выбирались. А почему именно некурящие? Ну, это было главное условие, ноктюрное. Это наше влияет на красоту девушки. На внешний вид, скорее всего. На состояние кожи. На внешний вид, на состояние кожи, на состояние вообще человека, в общем. Поэтому, конечно. Дело с критерием отбора, это то, чтобы девушки не курили. Почему? Мне это нравится. Раз вокруг конкурса столько сплетен, значит, все-таки резонанс по городу пошел, потому что это ерунда, на самом деле, полная. Это просто сплетни. То есть, на самом деле, это не так? Естественно, нет. Такого не было. Вот из 15 девушек в 7 прошло, вы не прошли в следующий тур. Как вот вы к этому относитесь? Вы считаете, что вы теперь не такие красивые, как остальные? Почему? Ну, в принципе, у некоторых может самооценка занизиться. А у меня, наоборот, завысилась. Это же здорово. Да, в принципе, главное не победа, а главное участие. И если ты чего-то не достиг, то это только лишний стимул для того, чтобы расти, расти дальше и добиваться того, чего ты хочешь. Я считаю, что просто сильно волновалась. А так все равно здорово. Все равно, что поучаствовала. Первый раз в таком участии вообще. Все-таки, как вы считаете, почему вы не прошли? Ну, мы улыбались, наверное, жюри. Оптимизм – это всегда хорошо. И все-таки, что же представляют собой те семь счастливиц, которым удалось выйти в финал? Предлагаю познакомиться с ними поближе. Анастасия Севрюгина, 17 лет. Факультет авиакараблестроения. Занимается в модельном агентстве «Грация». С детства мечтала стать моделью. Замуж выйдет не раньше 25 лет. Юлия Черепанова, 17 лет. Считает, что шансов у нее победить на конкурсе 50 на 50, поскольку соперницы сильные. Мечтает жить без забот и хлопот с любимым, который должен быть минимум новым русским. Анастасия Стригоцкая, 17 лет. Факультет экономики и менеджмента. Не считает себя красивой. За модой не гонится. Из одежды предпочитает то, что удобно. Мечтает уехать на Запад. Анна Ремизова, 20 лет. Факультет компьютерных технологий. Живет сегодняшним днем. Мечтает открыть частное дело. Татьяна Кравцова, 19 лет. Факультет экологии и химических технологий. На конкурс пришла для самоутверждения. По характеру веселая, ответственная. Мечтает быть просто счастливой. Анна Доценко, 20 лет. Факультет лингвистики и культурологии. Считает, что любая красавица в себе не уверена. Ей необходимо постоянно напоминать, как она прекрасна. Мечтает объездить весь мир. Кстати, перед конкурсом поссорилась со своим молодым человеком. Но любовь верит. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последний конкурс интеллектуальный. Что ж, послушаем, о чем думают и мечтают. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, карьере модели. Аплодисменты. Вопрос следующей участнице. Если вы станете победительницей, изменится ли ваша жизнь и как? Я думаю, что моя жизнь не изменится, а изменится, скорее всего, мое собственное представление о себе. И на окружающих это никак не отразится. Вам предложили написать очерк о конкурсе. Как вы его назовете и почему? Ну, наверное, я бы назвала конкурс так, как он и называется. Естественный отбор. Так как девушки естественной красотой своей отбираются, выходят в финал. И, наверное, в этом конкурсе займет самая красивая, самая обаятельная девушка первое место. Следующий вопрос. Вас пригласили в модельное агентство Москвы. И агентство Комсомольска. На что пойдет ваш выбор? И почему? Ну, скорее всего, в модельное агентство Москвы, потому что это престижней. И есть шансы продвинуться как-то дальше. Дальше. Посвятите ли вы свою жизнь после конкурса работе моделью? Я в модели бы пошла. Пусть меня научат. Достойно. Дурка! Нет. Вопрос. Как вы решили участвовать в конкурсе? Меня заставили. Вопрос седьмой участницы. Как вы думаете, вы сегодня победите или нет? И почему? Ну, я не знаю, но я надеюсь на благосклонность жюри. Ну вот, все и закончилось. И буквально через несколько секунд мы узнаем имена победительниц. Из дитула Митя 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 получила девушка. Получий момент аплодисмента. Мы поздравляем у нас за женщину Рюгера. Первый. Это Татьяна Кравцова. Первое место на сегодняшнем опыте. Теперь. Елена. П Kap Mind Award. Мой! 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 Жюри был также утвержден приз зрительских симпатий. Девушки, вы сегодня победили в этом конкурсе. Теперь вы считаете себя самыми красивыми? Я думаю, да. Мы всегда себя такими считали. Нет, ну этот конкурс что вам дал? Какой-то уверенности прибавил или что? Да, безусловно. Уверенность в себе. Самосознание того, что ты одна из лучших, первая. Ну все-таки вот тебе, допустим, не хватило буквально одного шага до победы. Знаете, я не очень расстроилась, потому что все равно это победа. Все равно, я считаю. Аня, тебе предстоит дальше участвовать в конкурсе красоты в Хабаровске. Как ты оцениваешь все силы? Ты сможешь там победить? Ну я буду стараться сделать все возможное для этого. Какие качества сегодня тебе помогли победить? Что тебя отличает от других девушек? Просто хотела победить. Вот и все. Нет, ну что-то, может быть, получается, что ты самая красивая из всех пятнадцати? Ну получается, что по итогам, как кажется, да. Как жюри оценивала девушки? По каким критериям? Ну девушка должна быть красивой. Это в первую очередь красиво изнутри должно исходить. Она должна улыбаться, глаза должны гореть. Она должна быть доброй. Ну, красота не индивидуальная, а вот в общем. Значение этого слова. Почему именно вот Ане Ремезовой удалось победить? Вот чем она выигрывала от других? Отличалась? Ну, конечно, внешностью. Это овальное лицо, красивые глаза, да, волосы. Лицо модное. И финалистка, то есть первое место, должна была как бы условие изначально. Потому что именно я повезу эту девушку на Мисс Дальний Восток, на конкурс Дальнего Востока, конкурс красоты. Поэтому она должна была в себя включать несколько качеств. То есть первое, девушка должна быть высокая, девушка должна быть худенькая. Девушка должна быть красивая, и изнутри должна учиться красота. То есть кто-то, мне очень понравилась Черепанова Юля, очень. Но девушка невысокая и, скажем так, не худенькая. То есть это финалистка, я считаю, по праву заслужила это место. Между прочим, наукой доказано, что некрасивых женщин не бывает. Если вы хотите добиться успеха, держитесь так, как будто он у вас уже есть. Поглядите на женщин внимательно, поглядев, согласитесь со мной. Все красавицы, все обязательно, не красавицы, нет ни одной. У вас другое мнение, желаю вам исправиться. Откусок спорить без толку, и я вам не судья. А женщины-красавицы, все женщины-красавицы, И самая красивая, любимая твоя. Редактор субтитров А.Семкин